На портал Экзегет поступил вопрос, как православная церковь относится к мессианскому иудаизму. Сразу нужно оговориться, что никакого отдельного особенного учительства православной церкви по этой теме нет. Мы можем разделить вопрос на две части. Это отношение между церковью и синагогой, и в абсолютный объем времени это будет очень мрачная история отношений. Это разрыв, который оформился еще в апостольский период, ну и, в общем-то, существует в таком виде, только увеличиваясь по день сегодняшний. Но нужно заметить, что есть очень важный фрагмент в словах апостола Павла о том, что сам этот разрыв произошел не случайно и что в нем, как в действии, в общем-то, греховной человеческой воли, Бог все равно силен явить свою славу, свое присутствие и любовь и исправить это. Что говорит апостол? Это 11 глава послания к римлянам. С 25 стиха. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, то есть это он говорит к церкви из язычников, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано. «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божией ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны». Удивительное дело. Апостол, претерпевая очень много от той части Израиля, которая не приняла его благовестие, будучи изгоняем из синагог, вынужденный переходить из города в город ввиду противодействия религиозных лидеров местных иудейских общин, при этом настаивает на том, что вся эта ситуация не конечна. В этом в том числе реализуется определенный план Божий о мире, когда вот эта появившаяся дистанция между церковью и синагогой позволяет в церковь войти язычникам, тем народам, которые никогда не имели приверженности к Ветхому Завету. Но когда это случится, Израиль не будет забыт и отброшен Богом. О нем у Бога есть свой промысел, и он знает, как его осуществить. До определенного момента времени эта фраза апостола казалась таким как бы предельным благожеланием. То есть не было никакого основания говорить о подобного рода вещах, как о каких-то имеющих место фактах. То есть, повторюсь, в истории этот разрыв только увеличивался. Но в самом конце XVIII и в XIX веке вдруг наметился предельный, как мне кажется, прорыв в этих отношениях. Как раз и возникает феномен мессианского иудаизма. Существует он, условно сказать, в двух изводах. В первом мы можем говорить о ряде, собственно, иудейских общин, которые совершенно не изменяя своего богослужебного устроения, свои, как бы мы сказали, догматики, при всем при том признают, что Иисус из Назарета Галилейского собственно и есть чаемый мессия Израиля. И никакого другого у Израиля более не будет. Это не делает их христианами в прямом смысле слова, так как здесь нет веры в Бога, как Троицу, и нет, например, признания божественности Христа. Но, тем не менее, это огромный прорыв в рамках иудео-христианских отношений и диалога. Есть и аналогичное движение с христианской стороны, когда также XIX-XX веком, а, например, во многом ввиду событий Второй мировой войны и геноцида еврейского народа. В христианских конфессиях наблюдается также повышение интереса к иудейским корням христианской веры, то есть некоторое возвращение к иудейской повестке. Преимущественно оно происходит в ряде протестантских общин, и здесь, конечно, мы можем говорить о том, что это принципиально христианство, то есть мы видим здесь однозначно веру в Троицу, веру в божественность Христа, но имеющую очень яркую, ну, скажем так, обрядовую и этническую иудейскую окрашенность. То есть здесь появляется иудейская обрядовость, соблюдение соответствующих постов, праздников, вовлеченность в календарь, в предписание Галахии Кашрута, но при всем при этом это движение изнутри христианства, то есть догматически в таком случае группа является христианами, но внешне реализована как иудейская община. Преимущественно это происходит в протестантских неопятидесятнических, в каких-то харизматических группах, но такого рода интерес существует, например, и в ряде общин католической церкви. В православной церкви, нужно заметить, XX век был также ознаменован появлением, скажем так, первых такого рода экспериментов по обращению к иудейской повестке. Одним, наверное, из самых ярких примеров здесь может служить преподобная мученица Мария Парижская, Мария Скобцова. Относительно же практики мы можем заметить, что, например, в том же самом Иерусалимском патриархате время от времени осуществляются попытки, например, совершения богослужений на иврите, что совершенно естественно, логично и правильно, если мы имеем в виду, что данный патриархата осуществляет свое служение среди ивритоговорящего населения, то есть среди евреев, и принципиально важно и значимо, вне зависимости от того, являются они на данном этапе христианами или нет, но направлять к ним благовестие ровно на том языке, который им понятен. Поэтому в целом можно сказать, что с богословской точки зрения мессианский иудаизм – это очень важный шаг в рамках исполнения того пророчества, которое предлагает нам в послании к римлянам апостол Павел. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. До свидания! Продолжение следует...